ВЕСАЛЬНАЯ МУЗЫКА ВЕСАЛЬНАЯ МУЗЫКА Веталик! ВЕСАЛЬНАЯ МУЗЫКА ВЕСАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ведалик, просыпай! Шестик! Шестик! На самом интересном месте. Веда уже раздилась, я уже была готова со мной на все. Что такое? Сегодня 8 марта. Надо маму поздравить. Так, а я за 30 лет свою поздравлю. Поэтому давай, салага, бери тряпку и веник, и шуруй убирать. А ты, значит, маме подарок сделать не хочешь? Что ты не хочешь? Папа, самый большой подарок для мамы, это когда я возвращаюсь из парка, живи с дороги. Так что... Виталик, во-первых, это твоя мама, и ее надо любить. А во-вторых, если мы ей сегодня не устроим праздник, то она сама нам устроит. Что я останусь без футбола, а ты без тёлочек. Так, а что же мы тогда сидим? Уже с утра у нас все ничего не готово. Давай быстро! Капец, 8 марта сегодня, а праздновать началась вчера. А чё ты тут пылесосишь? Я ж никогда тут не пылесосю. Я с 8 марта! О, Мариночка, у тебя ж сегодня праздник. Вот тебе абонемент в солярий. Иди загорай. А когда вернешься, тебе будет ждать сюрприз. Спасибо. Только я надеюсь, не такой сюрприз, как в прошлый раз, когда Виталик замки в дверях поменял и закрився, а? Так, все, иди. Ой, ты ж не бачишь, что мы хотим тебе сделать приятно? Все. Чё ты так счастлива? Ой, Евгеньевна, обмененный, знакомый мужчина в парке с 8 марта. Поздравим. Вот так просто взял и поздравил. А, да, да. Петешел и, видимо, такой галантливый в таком черном плаще, а потом взял его так и распахнул. А под ним... Ничего. И что? Ой, Евгеньевна, ну ты ж меня знаешь, я от таких подарков не отказываюсь. Так, Виталик, надо это нам все как-то убрать. А смысл? Или ты хочешь, чтобы было все грязно? Виталик, ну мама постоянно убирается, а это что значит? Это значит, что мама любит убираться. Виталик, я предлагаю в праздник не лишать маму ее любимого занятия. Надо подумать, как нам все это убрать? Предлагаю кинуть в центр комнаты большую питание. Мусор сам поразлетайте. Слушай, а может горничную позови? А? Где я? Ну а только, если горничная симпатичная, то в ней не будет времени на уборку. Ну не звать же мистера Поппера. Так, папа, я не по этим делам, понятно? Что мне не хватало лысых мужиков скатить. Сами справимся, давай. СМЕХ 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 Ах, какие крупные разноцветние ландыши. СМЕХ 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 Отлично. Только вот подарок мы маме не купили. Так, папа, самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Та-дам! Я по всей квартире пособирал свои носки. Мама будет рада, темный подарок. Виталик, я про серьезный подарок. Ну, я не знаю, сам подивись, мы цю квартиру так вылезали, что считай, новую квартиру маме дарим, а это очень серьезно подарок. Плюс, пожалуйста, досечка с Визиганом, что написано? Папа с 23 февраля. Мама с 8 марта. Да, так что мама будет купаться в дарах. Ну, досечка – это, конечно, хорошо, но нас-то теперь двое, да, и спрос вдвое больше. Надо подумать, что мы подарим маме. Ой, Виталик, все пропало. Мама скоро вернется, а у нас еще нет подарка для нее. Не время распускать сопли раньше времени. Маму я задержу, и встретимся в магазине. Давай. Здрасте. Здрасте. О, как все это. Спасибо. Слушайте, Марина Францевна, у вас лежит? Ну, в смысле за Уралья. А. Да, сейчас, солярий на час. Это моя мама. Вона так любит солярий. Вообще. Можете продлить ей еще на час. Ну, это просто подарок, хочется поздравить, как следует. Вы уверены? Ну, конечно. Точно уверены? Да, да, да. Ну, хорошо. А, что я забуду сказать. С праздником. Ой, спасибо. Спасибо. Вы же не будете, да? Пойдем же, худите. Мне, мой бойфренд, аж три подрачонка сделал. Серьезно? Перстень, браслет и ожерелье. О! Он, что у тебя, цей ювелир, да? Нет. Он у меня тату-юровщик. Оба-на! Ого! Ты еще ожерелье не бачила? Так, ну, что тут у нас? У всех, конечно, тяжело придумать какой-то подарок женщине, в какой ничего не маю, а сам надо. Может, я смогу чем-нибудь помочь? Спасибо, мы сами. А давай ей сковородку подарим, а? А ну, дай сюда. Ну, ты же помягче выбирай. Тебе с мамой лупашей надо. О! А давай ей кухонный комбайн подарим. Ты все сообразишь своей головой? Если мы ей подарим кухонный комбайн, то на следующие праздники мы не сможем подарить ни миксер, ни кофемолку, ни мясорудку, ни блендер. Думай дальше. А может, ей удочку подарим? Если ей не понравится, я себе оставлю. Я давно о такой мечтал. Не! С мамой такие выкрутасы не пройдут. Она же с тобой на рыбалку будет ходить. А оно тебе надо? Интересно, пора была. Папа, я знаю, что подарить маме. Виталик, если бы я мог подарить такие подарки, я бы жил не с твоей мамой, а с твоей Наташей. Не понял, что за намеки. Наташа моя, ясно? Вообще, я имел в виду календарник. Если мы ей подарим какую-то ерунду, она подумает, что мы ее не ценим. Раз в году мы можем ей устроить праздник и подарить то, что ей нравится. Ну, а ей нравится Стас Михайлов. Видишь, что мы подарим Стаса Михайлова. Тем более, что в ней уже есть ты. А то только ты у нее круче, чем Стас Михайлов. Да. Спасибо, сынок. Но мы можем ей подарить билеты на концерт. Точно! Значит так, я сейчас быстро бежу за билетами, а ты в соляре. Все продли маму на час. Давай. Здрасте. О, конфетка. А Марина Францевна у вас лежит? Ну, в смысле, загорает? Да. В солярии. Просто я ее муж. Она очень любит загорать. Пройдите ее еще на часик. Ну, ладно. Хорошо. Чуть не забыл. С праздником вас. Ну, вы же не будете. Вам же худеть надо. Здрасте. Мне надо билеты на концерт Стаса Михайлова на сегодня. Молодой человек. На Стаса Михайлову билеты проданы еще два месяца назад. То есть билету в нема? Конечно нету. То есть билету в нема вообще? Нету. То есть если я пришел взять билеты Анастаса Михайловна для жены президентом и не пить сказать, что билетов нема, да? Подождите, как? Как это же не президента? Может, у вас какой-то документ есть? Я, конечно, могу показать, вы проверите. Но имейте в виду, что после этого у вас точно проверят налогово. Подождите, подождите. Подождите, подождите. Возьмите билеты на вип-пестап. О, спасибо. Эй, эй, а деньги? Президент рассчитается. Я не такой богатый, чтобы платить за жену. Опаньки. Эй, эй. Эй. Ой, кастет. А во, на руке нормально. Богдановна, ты что, на бандитскую стрелку собралась? Евгения, ну какая бандитская стрелка? Я в караулке. Я не поняла. Это все зачем? Сегодня 8 марта. Там будут одни женщины. И если зайдет мужик, то какой-то один-одинешник. И сразу, сразу до него начнется настоящая битва. Богдановна, возьми мой бронезилетик, чтобы я за тебя была спокойная. Вот так, моя девушка. Класс. Так, цветы. Есть. Подожди, ты уверен, что тюльпаны в кипятке дольше простоят? Там только сутка, сутка. Подарок. Есть. Нет праздничного ужина. Виталик, ты готовить умеешь? Ну, понятное дело. Я готовлю так, что пальчики ублежатся. Мы не пили. Виталик, а ты уверен, что когда готовишь, это все надо надевать? Так, папа, если ты не знаешь, как готовить пирог, то надо задавать глупых вопросов. Не монет. Пойди, ходи. Пойди, ходи. Пойди, ходи. Ай! 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 Короче, через час пирог будет готов. Какой час? Мама через десять минут возвращается. Виталик, что делать? Что делать, что делать? Иди, звони, продлевай солярку. Не, ну-ну-ну-ну. Ай! Ай! Что вы с тобой договаривались? В ночной клуб на мужской стриптиз пить и в красную шапочку. Да я пробежалася по водителях маршрутки и наменяла мелкого бабла, чтоб растянуть наш праздник, чтоб удлить удовольствие. А ты кара... Папа, ну я же сказал, курить на балконе. Виталик, так я и был на балконе. Пожар! 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 Что делать? Пожар! Пасай солдатиком! Каких солдатикам?! Так, папа, давай, не метись перед ногами, давай, напрягуй в форточку, а я все потушу сам, буду тушить по-пионерски, давай. А может, не надо? Есть другой способ. Есть? Да. Куда дуля, туда ды. Куда дуля, туда ды. Виталий, звони пожарную. А, сейчас, давай. Айо, у меня есть пожар. Ай, какие там мамы. Скажите, на этом переезде панда поездом сбивает? Да. На сегодня не ждите. Восьмое марта. Эх. Ну вот, теперь придется дарить маме новую плиту. Ну зачем ты туда вылил ведро воды? А что бы не оставалось робить, если ты забився в угол и начал плакать? Так, что тут происходит? О, мама пришла. Марин, прекрасно выглядишь. Да. Труськи похожи на курицу гриль. Виталий, не смешно. Ну, как бы я помню, ты сказал, что вы всю жизнь мечтав провести ночь с мулаткой. Ночь. А не всю жизнь. Марин, мы просто тебе хотели сделать подарок. Вот, только вот пирог чуток пригорел. Труськи похожи на курицу. Труськи похожи на курицу. Труськи похожи на курицу. Квартиру сожгли, пирог сожгли, тюльпани сожгли, мене сожгли, и что самое важно, билет Настаса Михайлова сожгли. Спасибо вам за праздник. Будет тебе подарок. Будет. Дорогая мама, мы решили подарить тебе крем от ожога. Без степени там. И сюрприз у нас в гостях сам Стос Михайлов. Лошайте ми кантаре, кулак гитара и моно. Лошайте ми кантаре, соло митальяна фоно. С вами хоть не скучно. Каждая женщина, вона любит сюрпризы. Я решил, что на следующий 8 марта я подарю маме внука. Ну или чайный сервис. Музыка. Ну или чайный сервис. Музыка. 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 Музыка.